Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, на связи Артур Русупов, и мы начинаем наш курс Geometry Booster. Сегодня у нас произойдет первое занятие, но для начала позвольте мне ознакомить вас с планом нашей работы. Вообще идея провести такой курс, запустить такой курс, она появилась после того, как я анализировал большое количество входящих вопросов, запросов, которые поступают от вас, дорогие студенты. В основном они заключаются в такой вот, знаете, продвинутой геометрии. То есть очень часто бывает так, что незнание какого-то свойства, какой-то там теоремы, либо же невозможность сразу же рассмотреть какие-то соотношения, какие-то формулы, какие-то такие вот ключевые моменты, не позволяют вам решать достаточно простые задания. И вот видя, что вы застреваете в основном на вопросах, где вот незнание буквально маленькой детали не позволяет вам решать задачу, доводить решение ее до конца, либо же приходить к правильному ответу, оно подсказало идею того, что было бы неплохо провести такой вот интенсив, который относится чисто к геометрии. Итак, давайте посмотрим, что мы вам предлагаем. Наш курс будет состоять из 12 занятий, достаточно интенсивных. Сами занятия будут делиться на несколько частей. Ну, во-первых, это повторение теории. Во-вторых, это обозначение интересных свойств, которые вам необходимы для решения задач на таких экзаменах, как NUET и SAT. Ну и, конечно же, разбор определенного количества заданий, которые позволят эти свойства закрепить. Спасибо, что доверяете нам, спасибо, что являетесь нашими верными студентами. Мы это очень ценим. И со своей стороны будем также продолжать работу для того, чтобы ваш балл, ваша способность, ваш балл увеличился, а ваша способность решать задачи неуклонно росла вверх. Итак, значит, наш курс будет состоять из 12 уроков. Мы подготовили такой план. Первый урок – это геометрия, теорема Пифагора и продвинутые задачи по этой теме. Второй урок – это площади сложных фигур. То есть, когда фигуры состоят из полукруга, какого-нибудь там ромбика или полукруга и параллели прямоугольника, значит, двух полукругов и там какой-нибудь загогулины между ними. То есть, посмотреть, как формулы площадей стандартных фигур могут быть полезны вам для вычисления тех или иных сложных фигур, площадей сложных фигур, ну или там их периметров, либо там, ну, в общем, вопросов может быть много. А углы в различных многоугольниках – это могут быть и четырехугольники стандартные, прямоугольник, ромб, параллелограмм, трапеция, либо же какие-то пятиугольники, шестиугольники, либо опять-таки их комбинации. Площади поверхностей и объемы сложных тел. Опять-таки, то есть, не просто объем, не знаю, там, цилиндра или там площадь поверхности конуса, а какие-то интересные задачи, которые поначалу могут вывернуть ваш мозг. Similarity in different shapes in 2D and 3D. То есть, очень много заданий на SAT, на NOETI, на подобие фигур в 2D и 3D пространстве, поэтому здесь мы, конечно же, рассмотрим такие вот задачи. 2D-тригонометрия обязательно, то есть, задачи на 2D-тригонометрию – это достаточно частые задачи на NOETI, на SATI тоже встречаются, поэтому вы просто обязаны знать. UK Vecture Problems – значит, это задания на вектора. Значит, в основном они, конечно же, будут полезны для тех, кто сдает экзамен NOETI, потому что вектора входят в силабус этот раз, и по результатам беседы с различными студентами, которые давали в прошлых годах, они подтверждают, что задания на вектора встречаются. Вот здесь мы рассмотрим с вами основные свойства, ну и, конечно же, какие задачи вам нужно уметь решать, а на какие, в принципе, внимание обращать не стоит, потому что подход к изучению векторов в Великобритании, он немножечко отличается от подхода изучения векторов в наших школах, то есть в казахстанских школах. Bearing Problems – это задание на азимут, почему-то вызывает тоже достаточно большой, достаточно много проблем, поэтому считаю своим долгом вам показать, как ваши знания, опять-таки, в углах прямоугольниках могут быть вам полезны для вычислений Bearing в различных ситуациях. Наверное, одна из важных частей нашего с вами курса – это Circle Theorem Problems, значит, здесь мы рассмотрим все теоремы окружности, все свойства и как они применяются. Очень много заданий я для вас приготовил здесь, и, значит, безусловно, знание, понимание всех этих теорем, оно, конечно же, может быть нам полезным. Необычные задачи, то есть это, значит, набор, да, солянка такая из различных свойств, тем, которые мы уже прошли к этому моменту, пройдем к этому моменту, вот. Значит, Multi-Topic Problems, здесь, значит, тоже их можно было отнести к необычным задачам, но отличие, значит, 11 урока от 10 в том, что, ну, необычные это, то есть те, которые вы не ожидаете, то есть там достаточно, значит, условия будет заданий взято из реальных жизней, каких-то прикладных проблем, Multi-Topic Problems, это, значит, мы на основе тех заданий, которые есть на экзамене, которые в себя включают, например, площадь, углы, там, соотношения, в общем, очень интересный будет урок, поэтому на него тоже возлагаю большие надежды. Ну, и, значит, вишенкой на торте мы напишем с вами mock-test по геометрии и, конечно же, разберем каждую непонятную задачу. Ну что ж, желаю вам приятного просмотра, спасибо еще раз, что доверяете Артуру Жесупову и МСДС, мы начинаем наш курс.